Всем привет, господа! Это видео про доработку колонок орбита 0.16-1, а также 0.16-2, и может быть даже 0.16-1 обычный, хотя... Ну, это который с переключателями на задней стенке, но хотя там это проблематично и, наверное, даже и не нужно. А вот если вы владелец 0.16-1, или... Ну, короче, версии без переключателей, да, вот их две всего, на задней стенке, если нет у вас никаких переключателей, и вам звучание как-то вас не устраивает, этих колонок, меня оно вообще совершенно не устраивает, то вот вам такой способ, короче, если коротко, если там вот полчаса сейчас не говорить, да, суть в том, что просто надо отстричь резистор, сейчас посмотрю, как они называются, резистор R7 и R6, если у вас вот такая схема, возможно, там, говорят, на орбите бывают разные схемы, хотя, мне кажется, они-то просто по-разному нарисованы одна и та же, я что-то не вникал. У меня вот такая схема в моих колонках, и просто отстричь нахер R7 и R6, и все. Вот, можете верить, можете не верить, отстригайте, от минуса они идут на СЧ, и у вас звучание станет, ну, конечно, не аудиофильским далеко, даже там, как говорят, орбита аудиофильской копии S90, но это смешно, конечно, но оно станет хотя бы не таким мертвым, как оно есть в заводском виде. Вот, это краткое содержание этой серии, можно дальше не смотреть. Все, ну, в принципе, да. Ну, а дальше, если сказать, то вот эти колонки орбита у меня появились там пару месяцев, пару-тройку месяцев назад. Было даже их сравнение с 0.15, там, с Yamaha NS1000. Орбита, она для меня звучит неприемлемо глухо. Да, я сразу вот их включил, сразу понятно, бас достаточно мощный, но не то чтобы он подробный какой-то, он обычный, но он даже, наверное, мощнее, чем в S90, мне так кажется, по крайней мере. Какой-то такой, его много баса, он не то чтобы сильно качественный, но его много. Ну, и он особо вроде и не гудит. То есть, басами эти колонки как бы бог не обидел. Но с ЧВЧ они в заводском виде какие-то, и они даже не то чтобы вроде быть, ну, они глухие, да, но они не то чтобы там их вроде слышно, но музыки нет вообще. Это очень мертвый звук, самый мертвый звук из всех, наверное, вообще советских колонок. Даже, наверное, китайские колонки реально и то менее мертвый звук. Вот сейчас модно в современной акустике, ну, как так принято считать, что вот раньше делали как бы музыкально, а сейчас почему-то модно, ну, видимо, считают, что люди дебилы, в основном, особенно, которые в бюджетном секторе покупают. И для них делают глухую акустику, не музыкальную, ну, или какую-то гнусавую. Это вот видно по колонкам Warfield, например, Diamond. Какие бы они там ни были, хороший переигрывает Vega, но у них есть гнусавость какая-то немножко. У многих современных, там, что еще, у JBL, да, вот это 180, то же самое. Ну, я думаю, сейчас у всех так это модно. А к чему это? Я забыл. А, ну да, ну, к тому, что даже вот самый худший, даже какие-нибудь Microlab, там, ну, самый плохой Microlab, самый дешевый, он не будет настолько гнусавым, как эта орбита, и настолько невыразительным. Если, допустим, колонки 0.15 или Electronic, или там Corvette 35S, которые мне тоже не особо нравятся, ну, там хотя бы я их принимаю, как есть, думаю, ну, вот такой звук, ну, ладно. А здесь прям хочется, руки чешутся, что-то сделать, потому что вот настолько он плохой, что уже даже его просто невозможно слушать, невыносимо. Либо избавиться от колонок, либо их как-то доработать. Естественно, что когда у нас СЧВЧ глухие, то надо смотреть, наверное, на резисторы, которые глушат звук, ну, приглушают обычно в колодках звучание. К тому же есть видео на канале ElectroKulibin, где там объясняется, что, ну, что к чему я в прошлом видео. У меня, кстати, было же видео уже по доработке. Но в том, в прошлом видео я, где я там с резисторами опыты какие-то проводил, я сам еще не пришел к какому-то конкретному выводу, и немножко, ну, шел в правильном направлении, но как бы итог-то не подвел никакой. И у меня тогда не было особого желания что-то дорабатывать. Мне хотелось как бы сделать заводской вид, ну, хотя бы в заводской вид привести. Вот сейчас я, например, почему эти орбиты вытащил? Потому что мне надо их в следующей серии сравнивать с С90. Вот. И для этого, для того, чтобы сравниться с С90, ну, короче, вот тогда два месяца назад я их послушал, колонки орбиты стрёмные. Что-то я попытался там сделать, вроде что-то получилось. То есть я убрал, отключил часть резисторов, вроде стало лучше. Я в этом, в том старом видео говорил. Но потом я подумал, что-то как-то там получилось несбалансированно. Я вообще побоялся отключать, допустим, вот этот R7, резистор R7. Схема у меня вот такая. Чтобы не спалить или что-то, ну, в общем, не было уверенности в том, что я правильно делал. И в итоге я просто решил обратно вернуться к заводской схеме. И немножко только доработать. Вот, в общем, сейчас я спустя два месяца, там, или месяц вытащил эти колонки. И моя задача была сделать, поставить такие резисторы, которые будут имитировать переключатель, который стоит на минус 3. Дело в том, что на колонках орбита 0.16-1, вот с такой схемой, и, возможно, даже 0.16-2, там нету переключателей, но, как я говорил в старом виде, уже повторяюсь, но разработчики этих колонок поставили стационарные, как бы таки, не переменные резисторы, а постоянные, в таком, в таком номинале, чтобы это имитировало, если бы у этих колонок стоял переключатель на минус 6 дБ. Такое же переключатель, как у S90. И моя задача в этом, ну, короче, вот когда я готовился к этому видео, я хотел сделать, думаю, да не буду я там ничего сильно мудрить, да, я просто сделаю номиналы другие, те же самые 4 резистора, R7, R5, R6, R4, только я их сделаю поменьше, так, чтобы это было как будто минус 3 дБ, переключатель. Потому что, ну, глядя на орбиту, у которой есть переключатели, там все видно, там все совпадает, то есть вот такой номинал это у нас минус 6, такой номинал это у нас минус 3, а если вообще их убрать, все резисторы, у нас будет типа 0, ну, переключатель на 0, то есть на максимум стоять, так же, как на S90. И вот, короче, поставил номиналы как будто на минус 3. Копался с этим часа 2, наверное, там, купил, ну, специально купил эти резисторы, выродил детали, их там померил, они правильные, то есть сколько написано, столько примерный показ, немножко может где-то есть разброс, там 10%, 20%. Поставил, и что, причем на следующий день только начал слушать, потому что уже поздно было. И вот сегодня, ну, сегодня следующий день, это сегодня, да. Включил я их вот в таком виде, думаю, ну, наверное, просто по заводу слишком заглушили, так я поставлю, как бы, то есть было минус 6 виртуально, теперь будет минус 3 дБ, как бы, и звучание станет лучше, а нифига. Вот все то же самое, что в первый раз, когда я их, ну, первый раз включал, да, что, то есть я разница особо, ну, наверное, стала менее глуха, потому что номинал стал в два раза меньше, чем, не в два, но меньше, чем, как оно изначально было. Но ощущение от звука, оно точно такое же, как и тогда, это, причем, я так подзабыл уже, как оно звучит, а вот тут становится понятно, насколько это ужасный звук. Он просто мертвый, это, он, он мертв, он никакой, он, его невозможно, он вот такой, вроде все играет, но по СЧВЧ никакого, не то что удовольствия. Это удивительно, как можно так испортить, испоганить звук, когда он не вызывает никаких чувств. Вот вопрос, наверное, к тем, кто занимается, там, АЧХ, там, всякими этими, вот этими делами, да, вот кто-то не верит, говорит, как может быть звучание душевное, например, или недушевное. Есть люди, которые только вот АЧХ, АЧХ и все, да, ну или там фазово-частотная характеристика тоже их интересует. А про то, что там звучание бывает душевное, недушевное, там, да, еще какое-то вовлекательное, не вовлекательное, они в это не верят. Ну вот вам пример конкретно, который можно, наверное, объяснить, вполне можно объяснить какими-то вот этими законами физики или как там, то есть тут никакой магии нет, никакой эзотерики. Просто вот у нас резисторы вот так вот стоят, да, R4, там, R5, R6, R7. Излучание мертвое. Я в прошлом видео, когда я ковырялся в орбите, там, я примерно понял смысл, а потом мне недавно в комментариях человек написал, вот, с ником Arzak, он написал, что, ну, простую вещь на самом деле, там много написано, но смысл простой, что резисторы, которые идут от минуса, то есть R6 и R7, это говно, они, их надо, вот если их отстричь, то звук станет нормальный, вот и все. Очень просто. Можно даже вот эти R4, я там что-то насмотрел как бы в целом, там надо их уменьшить, все 4 поменьше сделать или как. Можно даже R4, R5 не трогать вообще. Я их, ну, их как бы тронул, я ее поставил вместо там, как бы, типа, как будто бы минус 6 и минус 3, но это ладно. А вся суть этого мертвого звука, почему звук мертвый? Потому что тут присутствуют R7 и R6. И нужны они, ну, вот он объяснил, для чего они нужны. Они нужны для того, чтобы выровнять это, ну, видимо, погасить какие-то резонансы самого динамика. Дело того, наверное, благородное. Но дело в том, что советские вот эти динамики, высокочастотные, низко... Высокочастотные, среднечастотные, да, вот, которые в S90 стоят, и, наверное, другие какие-то, им характерно всем, даже вот я недавно сравнивал с этими, ну, и JBL Studio, допустим, да, с какими-то S90, и слышно, что JBL, хоть она и как-то беднее звучит, но зато там нету этих искажений, такого количества искажений, как во многих советских колонках. искажений, это какие-то звуки, когда вот оно, помимо музыки, еще слышно какие-то там псыкивания, ну, такие псыки-бзыки немножко тогда так, чуть-чуть не то, чтобы даже сибилянты какие-то, а просто, ну, зуд такой, жужжание, звук битого стекла немножко такое бывает. И, к сожалению, в советской технике, в советских динамиках с этим не успели побороться, то есть победить это. И все вот эти 20 GDS, 6 GDV, они все с этими резонансами идут. И вот они, короче, поставили вот эти R6 и R7 резисторы для того, чтобы каким-то образом эти резонансы победить. И, наверное, они с этим справляются, потому что, когда ты слушаешь эти колонки, несмотря на всю вот эту мертвость, ну, просто какая-то дичайшая мертвость звука у орбиты, но именно вот, я говорю про, которая на R16 R1, на R16 R2, да даже, наверное, обычная на R16, если у нее стоит переключатель на минус 3 или минус 6, у нее будет все то же самое, скорее всего. Точно, я уверен в этом. И у обычной орбиты лишь, когда вы поставите на 0, только тогда будет звук правильный. Так вот, вот эти резисторы, получается, они гасят там какие-то горбы, какие-то вот эти все резонансы, и звук получается действительно более ровный. Несмотря на всю мертвость звука, он получается... Ну, по крайней мере, я отметил, что в отличие от S90, например, нет вот этого лишнего мусора в звуке, битого стекла и еще какой-то херни. Ну, это... он как бы более ровный, но расплата за это, то, что звук становится очень мертвый. То есть эти резисторы, они сглаживают резонансы, врожденные дефекты этих динамиков, врожденные пороки, так сказать, которые по-другому нельзя победить. То есть надо было другой динамикам разрабатывать. Вот на 30GDS, например, я не знаю, там, наверное, с этим проще как-то. И они, ну, вот так решили сделать. Убираем резонанс взамен на... убиваем звук, то есть музыкальность. А что такое музыкальность? Ее же не замеришь там, да, вот. Вот вопрос к тем, кто разбирается в АЧХ. Вот, оказывается, ее можно замерить, и, оказывается, она в чем-то вот в этом кроется. Я не знаю, микродинамика, макродинамика, как это назвать, там, какие-то обертона. Но оно есть. Вот так вот. И, значит, я сегодня, как бы, ну, то есть я вчера делал, паял, чтобы было как бы минус 3, мне не понравилось, я потом думаю, да, правда, надо... Я, кстати, вот этот комментарий про то, что R7 и R6, они, типа, портят, поганят звук, ну, делают его скучным и невыразительным. Я сначала не поверил, потому что много чего пишут, всякие удивительные способы там доработки. Но почему бы нет, ведь я сам это заметил в прошлом видео, просто не обратил на это большого внимания. И, короче, я просто, блин, ничего проще взял, отстриг эту херню, да, вот эту вот R7 и R6. Там даже не надо ничего, по-моему, паять. И все. И звучание преобразилось. То есть если в первый раз мне эти колонки, вот сегодня вечером буквально, да, я их слушал, и думаю, блин, какие они убогие. Вот если бы я их начал бы сравнивать в заводском, ну, таком виде, вот когда вот эти R7 и R6 присутствуют, с S90, ну, лично я бы сказал бы, что S90 нагло выше. То есть орбита в таком виде, это худшее из S90, наверное, так. Но если мы отстригаем эти штучки, то звук становится, ну, не то чтобы шедевром, но он становится явным. Его хотя бы уже приятно слушать. Он какой-то несет музыкальную информацию. Он более открытый, не такой душный. Потому что орбиты в стоковом виде, это очень душные колонки. Он более свободный, больше воздуха, больше мелодичности, все такое вот это вот. И он становится похож, ну, в общем, на S90 становится похож. Может быть, даже чуть лучше, кстати, почему бы нет. Ну, это надо сравнивать по среднему и высоким. Но в то же время появляются вот эти самые резонансы, с которыми они пытались бороться, вот этими резисторами R7 и R6. Резонансы по ВЧ, резонансы по СЧ такие знакомые, привычные, советские. В виде, ну, какого-то немножко лишнего мусора. Но вам что важнее? То, чтобы не было мусора и было стерильно, идеально, но при этом очень мертво. И дело не в том, что что-то там выровнялось, а в том, что просто теряется некое качество, которое называется музыкальность. То есть сами по себе резонансы не несут никакой музыкальности. Просто давим резонансы и давим музыкальность. Что-то там как-то в динамике вот это качество убивается. Так что в версии без R7 и R6 звучание мне нравится гораздо больше. И уже его можно слушать, оно уже, ну, оно, конечно, не идеальное. Я сегодня не успел много послушать, но оно сразу с первых, так сказать, нот гораздо живее и нормальнее. И сравнимо, ну, со многими, наверное, там, с 35i S1 сравнимо там с чем-то еще, с S90, может быть, как я говорю, может, даже лучше. Если бы она была недоработанная в заводском виде, то даже можно не сравнивать, я сразу говорю, что это просто хлам, и S90 будет гораздо приятнее. По крайней мере, на мой слух. А что же сказать владельцам орбиты с переключателями? То есть, ну, версия обычная, без циферки, без тире. Обычный 0.16. У вас, если стоит на 0 переключатель, то у вас все будет зашибись. Вот, у вас будет нормальный звук. А если вы поставите на минус 3 или минус 6, у вас звук станет мертвый. Я это лично проверить не могу, потому что у меня тут колонки без переключателей, но теоретически должно быть именно так, потому что все оно поуказывает. Ну, как бы, может, кто-то это и не заметит, кому-то это не так важно. Вот, я, например, не могу слушать, когда есть R7 и R6. А вот насчет других колонок, я даже не знаю, может быть, это там, уже помечтать, может, в электронике 0.15 тоже можно такую штучку обстричь где-нибудь, если она есть. Ведь у многих колонок идут от минуса резистора, насколько я знаю, в схеме. Но, может, они, конечно, там другой функции выполняют. Так бездумно все отстригать не стоит, наверное. Но вот, в орбите это работает. А сами динамики советские, ну, вот, видимо, нет, у них просто никакого. Выше головы не прыгнешь, и утка не станет журавлем. И не бывает такого, что с 90 что-то можно, видимо, сделать, и они сразу резко заиграют, как настоящие аудиофильские, как говорят. Нет, просто было хуже, стало чуть лучше, но все равно есть какой-то уровень, который невозможно перепрыгнуть. У этих всех динамиков. Так что, вот, как-то так. Касается баса, то вот, когда у нас колонки в заводском виде, когда средние, высокие задушенные, они мертвые, то бас кажется, может быть, на фоне вот этого всего, он кажется таким, он кажется очень плотным, мощным. То есть, у орбиты как-то даже у меня ощущение, что даже у S90 такого баса нету, почему-то. Он такой какой-то, ну, его много, он такой мощненький, вот, основательный, не сильно подробный, не сильно быстрый, но вот какой есть. А когда я R7 и R6 отключил, да, R7 и R6, да, ну, как-то бас, может быть, уже не так сильно, он немножко уже теряется, потому что уже начинает эти штуки, может, чуть громче играть или как. Вот, ну, все равно, все равно он есть, куда от него никуда не деться. Итак, в целом, если вот в таком виде сравнивается S90 заочно, я еще пока не сравнил, ну, ничем они не хуже, наверное, чем S90. Вполне себе, можно слушать колонки нормальные, веселенькие даже, получается, после доработки. А без доработки это просто хлам. Однако есть такой интересный вопрос в том, что если на орбите только в нулевом положении у нас отключается R7 и R6, вот эти вот резисторы от минуса, которые, то, значит, в S90 так же. Значит, в S90, когда у нас стоит на минус 3 или на минус 6, у нас звук будет хуже, типа мертвый, да, а на 0 живой. Но почему-то, почему-то в S90 я этого в упор не слышу, то есть там это не работает. Может, я не обращал внимания, но мне, например, S90 и на 0 даже, на минус 3 нормально слушать. Точно так же, как и на 0, на 0 даже слишком, ну, слишком орет просто громко. Так что почему-то там этого нету. Ну, там другая схема, но там тоже, по-моему, идут от минуса какие-то от R2 или что там. Или, нет, они по-другому называются. R4, R2. Как-то. Ну, они уже, ну да, в самих вот этих вот регуляторах они вставлены. Но суть-то та же. Почему здесь так, а там по-другому? Ну, может, то, что оно, когда на 0 стоишь, оно слишком ярко тает, настолько ярко, что перебивает появившийся. Да ну, блин, какая там натуральность, там. S90 там даже, что бы там не было, ты даже хоть на 0 включай, хоть куда. Там все равно есть эти искажения, их очень много, их больше, чем в орбите. Ну, так, видимо, фильтр сделан, то есть там искажения больше в S90. Потому их и не любят многие. Ну, разве что, когда стоишь на минус 6, тогда я отмечал, что на минус 6 S90 звучание. То есть все вот эти искажения как бы нивелируются, но звучание становится глухое. Вот тогда они реально, когда, короче, когда вы стоите с 90 на минус 6, у вас получается звучание примерно как вот у этой орбиты в стоке. Убитое такое. Ну, просто глухое и невнятное. Продолжение следует...